Приложение АШИК скачали 235 тысяч пользователей. Участниками пилота являются 619 объектов. Об этом стало известно на онлайн-брифинге. По поручению правительства 26 апреля планируют внедрить АШИК по всем регионам. За весь проект было выявлено порядка 560 инфицированных граждан. Бывает, что человек с положительным ПЦР-тестом, инфицирован даже без признаков болезни, распространяет инфекцию. В этой связи каждому выдается расписка, где разъяснена необходимая изоляция. Итак, казахстанцев разделили на цвета и будут пускать в заведение только по QR-коду. Ни предприниматели, ни граждане будут принуждать пользоваться приложением в обязательном порядке. Посетителю необходимо скачать мобильное приложение АШИК на свой телефон, авторизоваться по номеру телефона, ввести ИИН. При входе в заведение необходимо просканировать QR-код заведения для регистрации своего посещения. На экране отобразится статус – синий, зеленый, красный или желтый. Цвет зависит от того, болеет ли человек коронавирусом и есть ли у него ПЦР-тест. Данные никуда не передаются и остаются в профиле приложения, по крайней мере, так говорят разработчики. Но если у вас будет красный статус, вас никуда не пустят и сообщат, куда следует. По данному алгоритму местные исполнительные органы отрабатывают. То есть, данные конкретно не передаются, но тем не менее, самопередная служба видит то, что такой-то или иной человек приходил и получается у него был отрицательный, оположительный ПЦР-тест. Приложение доступно только совершеннолетним. Соответственно, у посетителей с детьми сканировать планируют только данные взрослого. Граждане пишут свое мнение в сети. Многие считают, что разделение по цветам и пропуск в заведение по QR-коду противоречит Конституции. Некоторые пользователи открыто высказываются против такой меры и считают, что это шаг к принудительной вакцинации. Плюсы системы в том, что там, где есть ашах, клиенту могут смело заходить в здание, ведь там безопасно. Но минус в том, что все, кто имеет хоть малейшие сомнения в собственном здоровье, пройдут мимо этого бизнеса. И большинство из граждан не считает себя экспертами здоровья. А это означает, что предприниматель потеряет потенциальных клиентов, потому что хороший бизнес-сервис предполагает комфорт и простоту, а не дополнительные барьеры для клиентов. Но разработчики системы говорят, что благодаря ашах нашли более 500 человек, которые могли заразить других. Граждане, которые должны были по карантинным мерам 14 дней находиться, лечиться, либо если даже у них нет симптомов недомогания, как сказали коллеги, тем не менее он может сам этот вирус распространять, зная о том, что у них положительный ПЦР-тест, ходили, получается, в объекты бизнеса и благодаря проекту Ашак на месте их опознавали и таким образом создавали безопасную среду в объектах бизнеса. Бауржанша Ахмед, Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42.